Привет. Подписывайся и ставь колокольчик, не пропусти все самое интересное. Сразу к делу. Сегодня рассматриваем смартфоны. Если вы убеждены, что смартфон это дорого, а мы говорим о хороших смартфонах, то сегодня мы покажем вам девайсы, дешевле 5000 рублей, но с выдающимися техническими характеристиками. В наши дни важность смартфона тяжело переоценить. Функции уже давно не ограничиваются только лишь звонками. Это и мессенджеры, и соцсети. Мы при случае пользуемся смартфоном как фотоаппаратом, а в дороге используем его как навигатор. В конце концов мы даже за покупки рассчитываемся смартфоном. Такая важная вещь должна быть у каждого, и она не должна стоить больших денег. Никаких кредитов за смартфон и за 100 тысяч рублей. Зачем? Если то же самое мы получим куда дешевле, без переплат за бренд. Поехали. Первый смартфон. Blackview A60. Пройдемся сначала по характеристикам. Безрамочный дисплей 6,1 дюйм. Хоть безрамочным дисплеем никого и не удивить, все равно каждый раз поражает своим футуристическим дизайном. Основная и фронтальная камеры 13,5 мегапикселей соответственно. Две симки. 1 гигабайт оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. 4 ядерный процессор. И 4080 мАч батарея. В комплект сразу кладут чехол и защиту на экран. Вам не придется тратить дополнительные деньги на эти аксессуары. Есть разъем для дополнительной карты памяти, объемом до 128 гигабайт. На выбор три приятных цвета. Смартфон выглядит очень стильно и современно. Приятно лежит в руке. Достаточно тонкий. Мощное железо обеспечивает комфортную работу и многозадачность. А батарея такой емкости не даст смартфону сесть в самый неподходящий момент. Отличный выбор. Следующая модель. Dodge X95. Смартфон уже чуть посерьезней. На этот раз это уже 4G. Дисплей 6,5 дюймов. Также безрамочный. Современная тройная камера на 13 мегапикселей. Фронтальная 5 мегапикселей. Поддержка двух симок. 4 ядерный процессор. 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. Поддерживается расширение объема памяти с помощью карт. Объемом до 128 гигабайт. Свежая операционная система Android 10 версии. Функция распознавания лица. Аккумулятор на 4350 мАч. Имеется функция быстрой зарядки. Батарея уже внушительней по емкости. Приятный бонус. На момент записи видеоролика этих смартфонов у продавца оставалось всего 10 штук. Их очень хорошо разбирают. Приятно, что китайские производители не просто идут в ногу со временем, они сами задают тренды. Многие привыкли, что крутой смартфон это дорого и обременительно. Купите аналогичный по функциям, но более популярной марки смартфон можно тысяч за 50, и что потом. Трястись за него. Не наш вариант. Мы выбираем только лучшее и по самым крутым ценам. Если внешне вас устраивает, то рекомендовали бы не мешкать. О технических характеристиках можно даже не думать, тут все отлично. Надо брать. Еще один представитель фирмы Doge. На этот раз модель BL5500. Такие цифры тут не просто так в названии. Вы только вдумайтесь, тут аккумулятор емкостью 5500 мАч. Потрясающий показатель. Если вам нужен хороший смартфон с высокими показателями бесперебойной работы, то это ваш вариант. Имеется функция быстрой зарядки. Посмотрим на остальные характеристики. 4-ядерный процессор. 2 ГБ оперативный и 16 ГБ встроенной памяти. Можно расширить до 64 ГБ с помощью карты. Поддержка двух симок. Основная камера на 13 Мп. Фронтальная 5 Мп. Есть подозрение, что одинаковые цифры у всех моделей обусловлены одним и тем же модулем камеры. Дисплей чуть больше 6 дюймов. Зона с фронтальной камерой и датчиками тут немного другой формы. Но это никак не сказывается на внешнем виде и на удобстве использования. А даже добавляет индивидуальности. На выбор три классических цвета. Отличный смартфон за эти деньги. А конкурентов по показателю времени бесперебойной работы и вообще пожалуй нет. Стоит купить. Последний на очереди. Смартфон Meizu C9. Выглядит скромнее всех, но по некоторым характеристикам даже обошел прошлые модели. Посмотрим на них. Аккумулятор емкостью 3000 мАч. Хороший показатель. Поддержка двух симок. Сомневаемся, что можно найти китайский смартфон без поддержки двух симок. Но каждый раз упоминаем, потому как это важно для некоторых пользователей. Четырехъядерный процессор. 2 ГБ оперативный и 16 ГБ встроенной памяти. При использовании карты можно расширить на 128 ГБ. Основная камера на 13 Мп. А вот фронтальная уже 8 Мп. Скромный с виду телефон, а по этому показателю обошел остальных. Дисплей почти 5,5 дюймов. Модель для любителей более компактных смартфонов. В продаже имеются наборы с защитным стеклом и силиконовым чехлом. Это очень добротный и качественный телефон, без понтов, но с очень хорошими техническими характеристиками. Можно смело брать. Еще раз хотим затронуть одну очень важную тему. Хорошие вещи не должны стоить дорого, как нам говорят об этом с телевизора или в магазинах. Наступило то время, когда высокие технологии стали общедоступными. Мы рады делиться с вами этим каждый раз. Вот и сейчас. Серьезные смартфоны и по таким смешным ценам. В десятки раз дешевле, чем то, что вы видите на прилавках. А разве те телефоны в десятки раз лучше? Нет. Вот и вся мораль. Покупайте правильные вещи, а мы вам с этим поможем. Подписывайтесь на канал, дальше будет еще интересней. Продолжение следует...